Вот так выглядело отделение детской инфекционки всего пару месяцев назад. Ветхая мебель, грязь, сырость и ржавчина. В здании ни разу за 12 лет не проводился капремонт. На антисанитарные условия постоянно жаловались родители маленьких пациентов. По их словам, поступая с кишечной инфекцией, их дети подхватывали еще и ротовирус. В просьбе разобраться они не раз обращались и в нашу телекомпанию. Но за здание взялись лишь в этом году. Раньше средств на ремонт не было. Сегодня на объекте уже кипит рабочий процесс. Проведен демонтаж и почти завершен капремонт кровли. Но впереди еще большая работа, рассказывают строители. Устройство вентилируемого фасада, заполнение оконных проемов и дверных, полностью ремонт всех помещений внутри, система отопления новая, система вентиляции приточно-вытяжная абсолютно новая, водоснабжение, водоотведение. Появится в отделении новая мебель, добавляют строители. Они также отмечают, что при ремонте используются прочные, износостойкие материалы, которые прослужат не один год. Кстати, на время реконструкции отделения маленьких пациентов продолжают принимать. Сейчас где они размещены? Сейчас они расположены в город больнице номер 11 в соседнем здании. Это достаточно места? Достаточно, это же сейчас у нас не активного подъема-то нет. Завершить капитальный ремонт строители обещают в срок до конца ноября. Кстати, после ремонта отделение будет уже не на 60 койко-мест, а немного меньше, около 50. Так как по новым нормам СанПин в палатах должно быть определенное количество мест. Если было 4 койки, станет 3. Но такое сокращение не критично, считают врачи. Главное ведь то, что малышей теперь будут лечить в достойных условиях. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.